привет всем друзья сегодня будет очень очень интересное видео это не кликбейт обязательно досмотрите его до конца я расскажу почему люди не добиваются своих целей почему потому что они концентрируются только на целях вы не добьетесь цели если вы будете концентрироваться только на одной цели почему потому что цель это объемное такое понятие понимаете вы концентрируетесь на чем-то очень размытом вам нужно концентрироваться на поведении ежедневно вам нужно концентрироваться на своем поведении цель у вас должна быть цель это ориентир но концентрироваться вам нужно на своем поведении. Это все равно, что сломать веник. Очень тяжело сломать целый веник. Вот целый веник. Вы его никогда не сломаете, да, чтобы у вас было вот две половины. Как его легко сломать? Ломать по одной соломинке. Каждую соломинку ломаете, все. Вот тогда вы сломаете веник пополам. Просто когда вы концентрируетесь на своей цели, она от вас очень далеко. Вот вы на ней концентрируетесь, но у вас такой неприятный осадок. Вот, о, когда я добьюсь этой цели. И вы ее не добьетесь, если вы будете вот так вот концентрироваться на одной цели. А если вы будете концентрироваться на своем поведении, на маленьких ежедневных шагах, вот тогда вы добьетесь своей цели. Приведу вам примеры. Например, вы хотите похудеть на 20 килограмм. Очень большая цель. И когда вы концентрируетесь только на одной цели, вот мне нужно похудеть на 20 килограмм, мне нужно похудеть на 20 килограмм. Вы видите гамбургер и говорите, я так хочу съесть этот гамбургер, но если я его съем, ничего же плохого не случится. Это всего лишь один гамбургер. И этим самым вы отдаляетесь от своей цели. А если вы будете концентрироваться на поведении, вы скажете, нет, я этот гамбургер есть не буду. А что я сделал сегодня, чтобы осуществить свою цель? А какой я шаг сделал навстречу своей цели сегодня? И вот это вас будет приближать к цели, потому что вы ежедневно, ежедневно концентрируетесь на маленьких шагах, на своем поведении. Вы концентрируетесь на том, что вы едите, какие упражнения вы делаете. Вы концентрируетесь на всем том, что приближает вас к вашей цели. Теперь второй пример. Ваша цель обрести финансовую независимость. Вот такая вот большая объемная цель. Понятие, да, слишком размыто. Вот финансовая независимость. И если вы будете концентрироваться только на этой цели, ничего хорошего не будет. В один прекрасный день вы встречаетесь со своим другом, и он хвастается вам новеньким телефонами. Говорит, вот смотри, какой крутой телефон на 10 камер, на 10 симок, супер-супер вообще телефон, тебе нужно такой купить, я его вот взял в кредит. И вы уже поддаетесь эмоциям, вы хотите этот телефон. У вас есть нормальный телефон, он функционирует, все с ним хорошо, там тоже хорошая камера, там две камеры, а не 10. И вот вы себе говорите, ну возьму я этот телефон в кредит, ничего же плохого не случится. Как-нибудь потом я обрету эту финансовую независимость, и это плохо. Этим самым вы отдаляетесь от своей цели. А вот когда вы будете концентрироваться на своем поведении, вы себе скажете, так, нахрена мне этот телефон, у меня есть хороший телефон. Если я хочу обрести финансовую независимость, мне не нужны кредиты, мне не нужны кредиты на бесполезные вещи. Если этот кредит не приносит деньги в мой карман, если этот кредит просто на какую-то бесполезную вещь, мне этот кредит не нужен. И каждый день вы должны задавать себе вопрос, что я сделал сегодня, чтобы приблизиться к своей цели? Что я сделал сегодня, чтобы приблизиться к финансовой независимости? Например, вы себе говорите, каждый день я должен откладывать по 5 долларов, ежедневно я должен откладывать по 5 долларов в свой неприкасаемый запас. И записали себе в телефон, отложить 5 долларов. Не записали? Финансовая независимость. Что-то, где это как это понимаете потом прочесть одну статью по финансам ежедневно я должен читать одну статью по финансам я должен прокачивать себя в финансовом плане чтобы обрести финансовую независимость прочесть одну статью записали себе в телефон дальше вы себе говорите я сегодня записал свои расходы нет не записал пишите у себя в календаре вести учет расхода вида ходов вот каждый день концентрироваться на вот маленьких шагах каждый день концентрируйтесь на своем поведении теперь приведу пример из своей личной жизни вот у меня цель иметь красивое стройное тело пока я к этому иду вы знаете что каждый день я делаю физические упражнения и вот когда мы были на санторини я проспал там все сделал почитал а поджиматься забыл и вот мы уже сидим в ресторане и тут я вспоминаю блин хотел же перед выходом поджиматься забыл и я говорю любимый напомни мне что я сегодня должен отжаться только не забудь потому что вот я могу забыть она говорит блин я тоже могу забыть потом я думаю нужно поставить себе напоминание вот поставлю напоминания на вечер вот все точно не забуду а потом я себе такое думаю какого хрена почему вот здесь прямо в ресторане не отжаться если я концентрируюсь на своем поведении я должен каждый день идти к своей цели ну по-любому же забуду вечером потому что у меня уже такое было по-любому же забуду и тогда я буду на себя злиться и я вот отхожу немного в сторону и начинаю отжиматься и вот мне похрен да что там подумают люди я движусь к своей цели и вот когда я отжался у меня было такое приятное чувство вот я был горд собой да что я не пропустил что я вспомнил что вот это отжимание приближает меня к моей цели ребята я всем этим пользовался еще давно я просто раньше не знал что концентрировался на своем поведении я раньше ежедневно работал над своей мечтой еще на съемной квартире когда я жил несколько лет назад у меня на зеркале в ванной висела надпись каждый день и гиг своей цели и вот когда я просыпался шел умываться чистить зубы я смотрел на эту надпись и говорил я сегодня должен сделать один шаг на встречу своей мечте и вот даже в выходной день когда я пошел там встретился с другом мы посидели в заведении я ночью прихожу домой опять у меня это надпись и я такой блин я сегодня ничего не сделал я шел и включал аудиокнигу и таким образом я делал каждый день маленький шаг на встречу своей мечте каждый день я работал над своей мечтой каждый день я прокачивал себя даже в дни развлечений я уделял там 10-15 минут я что-то слушал какой-то аудиокурс каждый день я узнавал что-то новое о деньгах я прокачивал себя каждый день я делал маленький шаг навстречу своему миллиону каждый день я ломал по одной соломинки и все я сломал целый денег и оттуда высыпался миллион долларов так что друзья каждый день концентрируйтесь на своем поведении каждый день делаете те маленькие шаги которые приблизят вас к вашей большой цели и вы должны понимать ничего не случится за одну неделю за один месяц может быть даже за год нужно жить этим и вот тогда вы обречены на успех и каждый день задавайте себе вопрос а что сделал я сегодня чтобы приблизиться к своей цели как я себя сегодня вел моё поведение вот такое приведет меня к моей цели или не приведет если не приведет меняйте свое поведение концентрируйтесь на эффективном поведении который приведет вас к вашей цели и так на этом я с вами буду прощаться огромное вам спасибо за просмотр за поддержку если это видео было полезным обязательно поделитесь им с друзьями друзья подписывайтесь на мой основной канал инстардинг нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео также подписывайтесь на все мои другие полезные каналы у меня только полезные каналы канал по мотивации канал с книгами все ссылки в описании также подписывайтесь на мой инстаграм там только польза и только мотивации ничего лишнего там нет обязательно 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 поставьте этому видео лайк и я вам даю стопроцентную гарантию что вы придете к своей цели если ежедневно будете себя правильно вести всем пока